Всем привет! С вами просто гинеколог Наташа Ключникова, а сегодня пришло время поговорить о сексе во время месячных. Столько мифов, столько всяких слухов, столько брезгливости или наоборот какой-то там супер возбудимости возникает вокруг секса во время месячных. Слушайте, давайте разбирать, что в этом так и что в этом не так. Самое главное, самое интересное в том, можно ли заниматься сексом во время месячных, это то, а как вы считаете сами. Если вы и ваш партнер считаете, что во время месячных нету ничего такого, ну может быть какие-то дополнительные выделения, которые приносят, может быть, какой-то косметический дискомфорт, может быть, будут запачканные простыни или что-то еще, но ни вас, ни партнера менструальная кровь никак не смущает, значит, вам во время месячных заниматься сексом можно. Если ваш партнер считает, что менструальная кровь грязная, почему это очень часто связано с предрассудками, которые идут еще с незапамятных времен, да, это церковь, это когда нам говорили, что во время месячных женщина грязная, да даже до сих пор женщина не может зайти в церковь во время месячных. Сталкивается сколько моих подружек с тем, что крестить надо ребенка, а у нее месячный, она не может зайти в церковь, то есть, понимаете, крестины подстраиваются под менструальный календарь. Конечно, женщина, да и мужчина часто живет с тем, что это что-то грязное, стыдное и вообще ужасное, и понятно, что именно у этой пары секс во время месячных будет вызывать больше неприязней. Ну, нет так нет, как правило, это 3-5 дней в месяц, если вам это не подходит, то ни в коем случае не надо использовать. Очень часто женщина сама стесняется этих выделений, она стесняется какого-то запаха, и тогда секс во время месячных для вас тоже не лучший вариант. Но для кого этот вариант подходит? Если вы не паритесь о том, что происходит, если у вас в нормальной жизни маловато смазки и сухость это про вас, то менструальная кровь прекрасно увлаженит вас и сделает классный-классный половой акт. Если вы не боитесь забеременеть во время секса, во время месячных, почему? Потому что следующий миф, который возникает у нас, это то, что во время месячных забеременеть нельзя. Полная ерунда. Во время месячных забеременеть можно. Вы не знаете, когда у вас будет амвляция. Непорочных зачатий, к сожалению, я видела в своей практике достаточно много. Когда люди не жили половой жизнью, девочки, ну это то, что мне рассказывалось, мы не живем половой жизнью. А потом у нас появлялась беременность какого-то срока. Точно так же вы не знаете, когда у вас будет амвуляция. А может быть у вас в этом месяце будет две амвуляции. А может быть первая амвуляция у вас произойдет на пятый день менструального цикла. А в это время сперматозоиды будут еще и живучие. И поэтому вы с легкостью можете забеременеть. Хотя не в таком уж большом проценте. Действительно есть такой миф о том, что менструальная кровь, она способствует распространению бактерий. И на самом деле этот миф это правда. Почему? Потому что кровь в любом случае классная среда для питательных бактерий. Матки в этот момент приоткрыты для того, чтобы кровь выходила. Соответственно риск заболеть инфекцией, передающейся половым путем. Или даже обычным стафилококком, стриптококком или кишечной палочкой. Который может быть в обычной жизни вы бы и никак не подсадили бы к себе. Во время секса, во время месячных, прям тавтология. Он реально увеличивается. Если вы считаете, что во время месячных происходит с вами что-то особое, то для многих женщин это способ испытать особый вид оргазма. Потому что во время месячных некоторые женщины становятся более чувствительные. И секс становится более ярким. Тогда почему бы и нет. Оргазм во время месячных способствует выработке эндорфинов. И поэтому если ваши месячные болезненные, то полностью обезболить их конечно не получится. Но сделать менее болезненными зачастую да. Очень часто во время оргазма, поскольку сокращается матка, быстрее отторгается внутренний слой матки эндометрий. Быстрее проходит какая-то часть месячных. И ваши месячные могут длиться не 5 дней, а всего 3. И в этом будет виноват так называемый секс во время месячных. Поэтому если вы считаете, что вам это можно. Если вы будете использовать во время месячных в качестве контрацепции презерватив. Либо вы в этот момент вообще носитель спирали. Вы используете какую-то другую контрацепцию. Начиная от гормональной, заканчивая пластырь, вагинальные кольца и все что угодно. То занимайтесь на здоровье. Получайте удовольствие столько, сколько вам хочется. И не слушайте, не смотрите о том, что это фу или это круто. Правильно знаете только вы. С вами была врач-ушер-гинеколог Наташа Ключникова. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте мне вопросы в комментариях. Если вы видели, я всегда отвечаю всем. И очень многие ваши вопросы это повод для нового видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok